Вот здесь, получается, у нас лежит детская одежда, здесь для мальчиков, здесь для девочек. Принесли вот курточки, варежки, джинсы. Пункты гуманитарной помощи открылись всего пару дней назад. Но сегодня здесь уже всего хватает. Рязанцы несут средства личной гигиены, теплую одежду и продукты питания. По словам волонтеров, в первую очередь поддержка нужна детям. Именно им сегодня собирают игрушки, книжки и фломастеры с альбомами для рисования. А еще волонтеры объявили сбор школьных принадлежностей. Рязанская область присоединилась к всероссийскому проекту «Время помогать», который направлен на оказание всесторонней необходимой помощи жителям Донецкой и Луганской народной республик, которые прибыли на территорию Рязанской области. На базе нашего Рязанского городского волонтерского центра был сформирован оперативный волонтерский штаб. Важно отметить, что мы принимаем любые вещи, это одежду, как для детей, так и для взрослых. Обязательно подчеркиваем, что должны быть вещи новые, продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты. То есть все то, что сейчас людям по первой необходимости требуется. Людмила Захарова в пункте сбора гуманитарки уже не первый раз. Она представитель еврейской общины Рязани и, по ее словам, всегда принимает участие в благотворительных акциях. Купили женские всякие гигиенические приспособления, которые всегда забывают покупать мужчины, а женщины в этом очень нуждаются. И это только первая партия, будем продолжать помогать. Я бы хотела обратиться к национальным и религиозным организациям Рязани и Рязанской области. Ребята, присоединяйтесь, чужой беды правда не бывает, а люди очень нуждаются в нашей поддержке. Об этом даже думать не надо. Почему, для чего. Это естественно все. Господи помил. Если есть возможность, что же. Там люди мерзнут. Приехали поди-ка в плащиках оттуда. Ни одна мать под пулей своего ребенка просто так за здорово живешь, не захочет отправить. Спокойствие, значит, и надежда на то, что наша Родина им обязательно поможет всем, что может. И в конечном итоге все упорядочится. И по воле Божьей должно быть все хорошо, вернуться обратно в свои семьи, на родную землю. Еще один пункт сбора гуманитарной помощи на Горького-1. Сюда люди тоже приходят практически каждый час. Общее количество помощи волонтеры уже исчисляют десятками килограммов. Люди очень активно участвуют. Особенно 23 февраля. Даже мы работали 23 февраля. Приходили, приносили памперсы, детские пеленки различные. Все эти вещи будут в скором времени переданы по мере необходимости в пункты временного размещения. Совсем скоро всю собранную гуманитарную помощь передадут всем нуждающимся. Всего в регионе открыто 36 пунктов. Так что всего хватит всем. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует. Продолжение следует...